Доброе время суток! У микрофона Роман Сальхудинов. Сегодня я увидел создание данной детали в автокаде. И подумал, почему бы не показать, как создается такая же деталь в Solidworks. Деталь интересная, почему бы нет? Итак, с чего мы с вами начнем? Начнем мы с вами создание основания. Выдавим вот это вот основание. Далее выдавим цилиндр. Далее выдавим вот этот вот элемент. Создадим вот эту бабушку. Далее ребро жесткости. Создадим отверстие. Ну и в принципе здесь создадим сквозное отверстие. Далее вот это вот отверстие создадим. Ну и создадим 4 вот этих отверстия. То есть вот в принципе такой процесс будет у нас при создании данной детали. Ну что же, давайте начнем. В меню выберем создать. Далее выбираем деталь двойным нажатием левой клавиши мыши. И давайте начнем с создания эскиза на плоскости сверху. В дереве конструирования выберем плоскость сверху. Создаем эскиз. Далее запускаем команду окружность. Я буду запускать из сегментного кольца. Центр окружности будет в точке начала координат. Создаем произвольно. Далее запускаем команду авторазмер. И указываем диаметр окружности 110 мм. Отлично. Сразу же заходим на панель элементы и запускаем команду вытянутая бабушка. Вытягивать будем на расстоянии 10 мм. Давайте нажмем ОК. Итак, вот мы с вами основание выдавили. Далее, если у вас позволяет видеокарта, если у вас мощности компьютера хватает, давайте качество изображения улучшим. В меню выберем вот здесь вот настройки. Далее выбираем качество изображения. Нажимаем по кнопке качество изображения. И бегунок давайте разместим рядом с красной шкалой. Повысили и далее нажимаем ОК. Отлично. Все круглое стало круглым. Итак, далее давайте кликнем по этой грани. Создадим на ней эскиз. Я нажимаю Ctrl 8, это вид сверху. И далее давайте запустим опять же команду окружность. Из центра создадим окружность. Создаем произвольно. Далее запускаем команду авторазмер и указываем диаметр окружности. Он будет равен 40 мм. Эскиз готов. Далее опять же перейдем на панель элементы. Запускаем команду вытянутая бабушка. Вытягивать будем на расстоянии 40 мм. Давайте в менеджере свойств впишем 40. Я нажимаю клавишу Enter и нажимаем ОК. Итак, вот что получилось. Далее кликнем по этой грани. Создадим здесь эскиз. Я нажимаю опять же Ctrl 8, вид сверху. И давайте сейчас запустим команду прямоугольник. Но вот прямоугольник будем запускать из центра. Центр прямоугольника будет в точке начала координат. Создаем произвольно прямоугольник. Далее запускаем команду авторазмер. Вот это вот у нас сторона будет 35 мм. Вот это вот сторона 60. Нажимаем клавишу Escape. Прямоугольник создан. Далее давайте вот эти вот две линии сделаем вспомогательными. Кликнем по этой линии, удерживая клавишу Ctrl, кликнем по этой линии. И в контекстном меню выберем вот вспомогательная геометрия. Все. Они у нас, видите, стали вспомогательными. При том, что, посмотрите, эскиз до сих пор определен. То есть мы ничего не изменили, просто их сделали вспомогательными, чтобы они уже не участвовали в дальнейшем в процессе построения. Так, сейчас давайте опять же запустим команду. Вот линия. И в менеджере свойств давайте поставим галочку вспомогательная геометрия. И создадим линию произвольно. Вот у меня привязка. Выравнивание сработало с точкой начала координат. Вот через центр давайте проведем. Отлично. И я нажимаю клавишу Escape. Далее давайте запустим команду авторазмер и длину линии укажем 40 мм. Нажимаем клавишу Escape. Сейчас нам нужно бы сделать так, чтобы вот этот отрезочек был симметричен относительно оси Z. Давайте найдем здесь среднюю точку. Поднесем курсор к отрезку. Правой клавишей кликнем и в контекстном меню выберем средняя точка. Так, я видимо. Давайте еще раз. Вот. Выбираем вот. Выберите среднюю точку. Вот эта средняя точка. Далее нажимаем клавишу Ctrl на клавиатуре и укажем точку начала координат. Все указали. Вот у нас две точки указаны здесь. И сейчас нужно показать, какую взаимосвязь нам нужно создать. Давайте выберем совпадение. Все. Я нажимаю ОК. Вот. Совпадение сделали сейчас. Этот отрезочек симметричен относительно оси Z. Далее запускаем команду линия. И давайте из этой точки создадим отрезок до этой точки и далее вот до этой. То есть так соединили. Далее опять же из этой точки до вот этой вот точки до отрезка и здесь соединяем. Нажимаем клавишу Escape. Вот у нас эскиз какой получился. Но это еще не все. Давайте выполним скругление вот этих вот двух кривых. То есть в этой точке и в этой. Итак запускаем команду скругления. Радиус скругления 50 мм. Давайте пишем 50 и укажем первую точку. Раз и вторую точку. Нажимаем ОК либо правую клавишу мышь. Все скругление выполнили. В принципе сейчас можно выдавить. Но давайте в этом же эскизе сразу и создадим пазы. Пазы. Так я сейчас вам покажу оригинал. Вот как вы помните здесь вот у нас пазы. Мы их сразу создадим. Возвращаясь к нашей детали. Давайте запустим команду прямоугольник и создадим прямоугольник. Далее. Вот. Запускаем. Да. Создаем прямоугольник. Первая точка будет на этой линии. Вторая у нас здесь. Произвольно создали. Далее запускаем команду авторазмер. Укажем ширину прямоугольника 7,5 мм. Ну и длина прямоугольника 10 мм. Нажимаем клавишу Escape. Завершили команду. Далее. Давайте нажмем правой клавишей мыши по этой линии. И опять же выберем. Выбрать среднюю точку. Вот эта точка. Далее. Давайте удерживая клавишу Control. Кликнем по этой точке. Точка. Начало координат. И в контекстном меню выберем вертикальность. То есть мы создаем взаимосвязь вертикальность. Отлично. Все. Далее. Давайте вот это вот все лишнее усечем. Запускаем команду отсечения. И удерживая левую клавишу мыши. Кстати, если у вас в сегментном кольце нет этой команды. Вот она здесь находится. Так напомню. Отсечь объекты. Итак, у нас стоит автообрезка. Параметр. Давайте удерживая левую клавишу мыши. Здесь проведем. И вот посмотрите. Отсечение выполнили. Эскиз у нас остался определенным. Так. Ну и в принципе снизу нужно сделать то же самое. Давайте я здесь нажму ОК. Но мы это все зеркально отразим. Давайте рамочкой выделим вот эту вот часть. Так. Далее давайте запустим команду зеркально отразить объекты. Вот эти три объекта. Далее кликнем в это поле, чтобы указать линию. То есть относительно чего зеркально отражать. Ну и давайте укажем вот наш отрезок, который здесь у нас был вспомогательным. Кликнем по нему и нажимаем ОК. И вот посмотрите. Мы с вами зеркально отразили. Ну и здесь опять же нужно удалить все лишнее. Запускаем команду отсечения и удерживая левую клавишу мыши проводим. Все. Эскиз определен. Ничего не изменилось. Отлично. Ну что ж. В принципе все. Можно выдавливать. Давайте перейдем на панель элементы. Запустим команду вытянутая бабушка. И вытянем это все на расстояние 15 мм. Указываем 15. Я нажимаю клавишу Enter и нажимаем ОК. Вот что у нас с вами получилось. Продолжаем. Сейчас давайте создадим бабушку. Итак, я сейчас вернулся к готовой детали. Вот мы сейчас с вами вот эту бабушку создадим. Далее ребро жесткости. Ну и отверстие диаметром 10 мм глухое. Итак, возвращаясь к нашей детали. Давайте кликнем по этой грани. Создадим на ней эскиз. Я нажимаю Ctrl 8 на клавиатуре. Запускаю команду окружность. И создаю окружность. Вот привязка сработала. Создаю произвольную окружность. Далее давайте запустим команду авторазмер. Укажем диаметр окружности 20 мм. И завершаем команду клавишу Escape. Далее кликнем по этой точке. Вот центр окружности. Удерживая клавишу Ctrl. Кликаем по точке начала координат. И в контекстном меню выбираем взаимосвязь горизонтальность. Отлично. Ну и давайте укажем размер. Запускаем команду авторазмер. Указываем окружность. Указываем точку начала координат. И размер этот будет равен 40 мм. Отличный эскиз определен. Далее переходим на панель элементы. Запускаем команду вытянутая бабушка. И вытягивать это будем на расстояние 20 мм. Нажимаем ОК. Итак, бабушка создана. Ну что ж, давайте приступим к созданию ребра жесткости. Но для начала нам нужно создать эскиз. Давайте в дереве конструирования кликнем по плоскости спереди. Создадим на ней эскиз. Я нажимаю Ctrl 8. И запускаем команду линия. Давайте создадим линию от пересечения с этим ребром. До пересечения с этим ребром. Произвольно. Нажимаем клавишу Escape. Далее запускаем команду авторазмер. Укажем размер от этой точки до этого ребра. Размер будет равен 25 мм. Ну и укажем размер от этой точки до этой. Так, не указал. Вот. Этот размер будет равен 2 мм. Отлично. Выходим из эскиза. Эскиз готов. Далее давайте запустим команду ребро. Вот она здесь находится. Так, ну укажем эскиз. Вот этот наш эскиз. Так, и посмотрите. Направление идет вверх. Давайте здесь поставим галочку. Переставить в сторону материала. Вот видите, стрелочка вниз. Отлично. Так, ну и толщина ребра 10 мм. Оставляем. И здесь вот тип обе стороны. Оставляем. Нажимаем ОК. И посмотрите, ребро создано. Замечательно. И сейчас давайте создадим отверстие диаметром 10 мм. Так, вы можете создать с помощью команды отверстие под крепеж. Можно просто вырезать. Давайте вырежем. Кликнем по этой грани. Создадим на ней эскиз. Так, и я опять же нажимаю Ctrl 8. Давайте запустим команду окружность. И создадим из центра окружность. Поднесем курсор к круговому ребру. Отлично. Центр посветился. Кликнем здесь. Создадим окружность произвольно. Далее запускаем команду авторазмер. И укажем диаметр 10 мм. Отлично. Далее перейдем на панель элемента. Запустим команду вытянута бабушка. Вытянем все на расстояние 10 мм. Давайте укажем 10 мм. И нажимаем ОК. Все. Вот посмотрите. Отверстие получили. И сейчас давайте это все зеркально отразим, чтобы с правой стороны, вот здесь вот, точно так же, не создавать бабушку, не создавать ребро. Давайте, где у нас вот линейный массив, раскроем список, выберем команду зеркальное отражение и укажем плоскость, относительно которой будем отражать. Давайте укажем плоскость справа. Далее, какие элементы копировать, можно выбрать вот здесь в дереве конструирования, можно в окне построения. Давайте кликнем по ребру, по бабушке и по вырезу этому. Вот три элемента. И нажимаем ОК. И посмотрите, зеркальное отражение получили. Так, сейчас давайте создадим здесь вот отверстие, здесь у нас два отверстия, ступенчатое отверстие, диаметр 15 и диаметром 30. Давайте кликнем по этой грани, создадим эскиз. Я нажимаю Ctrl-8. Запускаем команду Окружность. Из центра создаем произвольную окружность. Далее запускаем команду Авторазмер. Диаметр будет 15 мм. Отлично, эскиз готов. Переходим на панель элементы и запускаем команду Вытянутый вырез. И здесь вот у нас идет в менеджере свойство. Назаданное расстояние. Давайте выберем насквозь. И я нажимаю ОК. Отлично, вот отверстие получили. Диаметром 15. Далее давайте еще одно создадим отверстие диаметром 30. Кликнем по этой грани, опять же создадим эскиз. Давайте запустим команду Окружность. Из центра опять же создаем окружность произвольно. Далее запускаем команду Авторазмер. Указываем диаметр 30 мм. И опять же переходим на панель элементы. Запускаем команду Вытянутый вырез. И все это будем вырезать на глубину 30 мм. Указываем 30, нажимаем ОК. И так вот, посмотрите, отверстие получено. Осталось дело за малым. Осталось создать здесь вот отверстие диаметром 10 мм. И далее мы воспользуемся командой Круговый массив и создаем еще три отверстия. Давайте я сейчас готовую деталь покажу. Вот речь идет про это отверстие. Итак, я вернулся к нашей детали. Давайте кликнем по этой грани, создадим эскиз. Я нажимаю Ctrl-8. Запускаем команду Окружность. Создаем окружность. Из точки начала координат. Вот я создал произвольно. Все, кликнул. И в менеджере свойств давайте здесь поставим галочку Вспомогательная геометрия. Нажимаем ОК. Далее создаем еще одну окружность. Окружность вот на этой осевой. Вот на этой окружности создаем произвольно. Отлично. Далее запускаем команду Вторразмер. И укажем диаметр первой окружности 80 мм. Так, она у нас, видите, вспомогательная. Так, ну а диаметр этой окружности 10 мм. Отлично. Далее давайте нам нужно сделать так, чтобы у нас здесь был угол. Чтобы здесь было 45 градусов. Давайте две вспомогательные линии создадим. Запускаем команду Линия. Сразу же галочку поставим Вспомогательная геометрия. Так, и создадим линию из точки начала координат до центра окружности. Теперь можно прервать, либо два раза нажать левую клавишу мыши. И еще одну линию отсюда, например, до сюда. Все, готово. Далее запускаем команду Авторазмер и укажем угловой размер. Вот тут 45 градусов. Отлично все. Эскиз полностью определен. Далее давайте перейдем на панель Элементы. Запускаем команду Вытянутый вырез. Так, и давайте насквозь выберем и нажимаем ОК. Вот наша окружность получена, вернее отверстие. Далее давайте делаем линейный массив. Запускаем команду Круговой массив. Ось массива давайте кликнем в это поле, укажем ось массива. Ну, ось массива будет совпадать с осью вот этой вот цилиндрической поверхности. Давайте кликнем по ней. Отлично. Так, угол 360 градусов, количество укажите 4, равный шаг и кликнем в это поле, укажем, какие элементы будем копировать. Давайте кликнем по этому отверстию и нажимаем ОК. Вот посмотрите, 4 отверстия созданы. В принципе, деталь готова. Давайте сейчас в меню выберем вид и вот выберем скрыть все типы. То есть все вспомогательные объекты я скрыл. Перед тем, как мы зададим внешний вид у деталей, я напомню, что больше видео уроков вы найдете на моем блоге в полных курсах. Зайдите на мой блог по адресу saproblog.ru. Далее перейдите в раздел продукты и здесь вот есть видеокурсы по Solidworks. Эффективная работа в Solidworks. Первая часть, вторая, третья и четвертая. И чтобы посмотреть подробно описание каждого курса, нажмите по ссылке подробное описание, либо на коробку с диском. И вы перейдете на страницу с подробным описанием каждого курса. То есть увидите, какие уроки содержит данный курс. Ну что ж, давайте продолжим. И здесь вот справа выберем внешние виды. Раскроем ветвь и далее давайте бегунок опустим вниз и выберем с вами сплошной цвет. Вот эту ветвь найдите и вот белая, текстура белая. Нажмем левую клавишу мыши, потащим детали и выберем здесь вот деталь 2. То есть присвоим цвет ко всей детали. Отлично. И вот посмотрите, цвет мы изменили. И сейчас давайте еще сделаем вырез 1 четвертой нашей детали. То есть чтобы вот так вот этот вырез прошел. 1 четвертый вырежем. Как это сделать? Давайте на плоскости сверху создадим эскиз, кликнем. Создадим эскиз, я нажимаю Ctrl 8. Запускаем команду линия. И создаем линию вот отсюда. Вот привязка сработала, выравнивание по горизонтали, кликнем. Создаем линию до центра, до точки начала координат. И произвольно вот до сюда, чтобы у нас выходила за деталь. Нажимаем клавишу Escape. В принципе вот эскиз готов. Далее перейдем на панель элементы, запускаем команду вытянутый вырез. И посмотрите, здесь вот стрелочка, да, не в ту сторону. То есть вот та часть отрежется, нам нужно, чтобы вот эта часть отрезалась. Поэтому мы здесь нажмем галочку переставить в сторону для выреза. Вот стрелочка изменила свое направление. И нажмем ОК. И посмотрите, мы с вами получили вырез одной четвертой нашей детали. Ну и сейчас давайте вот это вот другим цветом сделаем. Итак, опять же, внешние виды раскрываем. Так, и здесь вот у нас с вами здесь, в этой же ветви, где белый был, выбираем синий. Нажимаем левую клавишу мыши, тащим, отпускаем и выбираем, чтобы присвоить этот цвет. Вот, команде вырез вытянуть 5. Отлично. И вот что у нас с вами получилось. Далее, в дереве конструирования можно вот эту панель, опять же, вверх поднять. И вот у нас деталь будет без выреза. И опять же, опустить. И опять же, поднять. Отлично. Видео-урок подошел к завершению. Я надеюсь, вам он понравился. Не забывайте подписываться на мой канал на YouTube. Мой канал вы найдете по адресу youtube.com. Слэш саппроблок. Либо просто напишите в поиске Роман Сельхудинов. Мой канал вы узнаете по этому баннеру. Мой канал единственный, куда я загружаю свои видео-уроки. На моем канале есть уроки по Solidworks, по Autodesk Inventor и по Компас 3D. Обязательно заходите, подпишитесь. Ну и также заходите в группу ВКонтакте. Группа называется «Видео-уроки Компас 3D Solidworks Inventor». Группу вы найдете по адресу vk.com. Здесь также участвуйте в обсуждениях. Общайтесь с другими пользователями. Здесь я также выкладываю свои видео-уроки. Ну и заходите на мой блог по адресу saperblog.ru В принципе, у меня на этом все. Желаю вам успехов и до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok